Фридрих Фрёбель родился 21 апреля 1782 года в деревушке на юге Германии. Он был шестым ребенком в семье пастора Иоанна Якоба Фрёбеля. В 1783 году мама маленького Фридриха умерла. Эту потерю мальчик переживал всю свою жизнь. В 1792 году в возрасте 10 лет Фридрих переезжает в дом к дяде, где пошел учиться в школу. Воспоминания Фрёбеля о школе. Мое школьное учение не нравилось мне, оно было сухо и мертво. За это отсутствие жизни я ненавидел школу. Убегал в горы, в лес. Там природа была мне школой, деревья и цветы учителями. В 1799 году Фрёбель поступает в Вьенский университет, где изучает математику, архитектуру и топографию. По мнению Фрёбеля, архитектура несет потенциал, облагораживающий души людей и общества. В 1806 году Фрёбель идет работать в школу и увлекается трудами Иоганна Генриха Пистолоция. Позже им посчастливится дважды встретиться лично. В 1811 году Фрёбель поступает в Гитингенский университет, а затем в Берлинский. В 1813 году прерывает учебу и уходит в армию волонтеров. Мотивировал он это так. В нравственном воспитании пример должен подкреплять слова «Как же я стану внушать детям обязанность защищать Отечество, если сам уклоняюсь от этой обязанности?». В 1816 году Фрёбель открывает свою первую школу в Тюринге, которая была известна как Универсальный германский воспитательный институт. К 1820 году в ней обучалось 60 мальчиков. В 1826 году Фридрих Фрёбель пишет свою первую книгу «Воспитание человека». В этой работе описана система учебных средств для маленьких детей. Также известна его книга, изданная в 1839 году «Материнские и ласкательные песни». С 1838 по 1840 год Фрёбель издает газету «Воскресный листок» под девизом «Будем жить для наших детей». В этой газете печатаются статьи его и педагогов. В 1840 году Фрёбель впервые находит название для своего учреждения с маленькими детьми. Дети – это цветы жизни, а за ними ухаживают прекрасные садовницы. Появилось название «Детский сад». В 1840 году 28 июля открывается первый детский сад в городе Бат-Бланкенбурге – Генеральный немецкий детский сад. А через два года начинают работать курсы подготовки прекрасных садовниц. В 1844 году выходит книга «Сто песен к играм в мяч», в которой он четко описывает свои итоговые педагогические идеи по работе с детьми дошкольного возраста. Позже по всей Германии открылось много детских садов по системе Фридриха Фрёбеля, но 22 сентября 1851 года все детские сады были закрыты. 21 июня 1852 года Фридрих Фрёбель скончался в городе Мариентале. На его могиле поставили памятник – куб, цилиндр и шар, символизирующие идею Фрёбеля о единстве и многообразии мира. Они же представляли собой разработанные Фрёбелем простые детские игрушки.